Здравствуйте! Мы в магазине IKEA Нижний Новгород. Очередной обзор по просьбе подписчиков. Идем искать текстиль для ванной в бежевых и коричневых тонах. К сожалению, его уже вижу не особо много. Две серии полотенец есть. Просили вообще снять определенные полотенца. Вот они. Темно-бежевые и светлые бежевые. Frame светло-бежевый. И еще полотенце Of Yerden. Такой темно-бежевый. Классический бежевый, наверное, цвет. Сейчас отдельно расскажу про каждую серию. Вот все размеры, в которых есть полотенца. 30 на 50, 50 на 100, 70 на 140. И большая банная простынь 100 на 150. Цены, которые на данный момент в магазине Нижний Новгород. Давайте смотреть само полотенце. Рассматриваем мы с вами самый маленький размер. Такая вот у него окантовка. Полотенце двухстороннее. Неплохо вывезен хорошо. Мы часто, как служба доставки, эту серию привозим. В Саранске довольны этими полотенцами. То есть постоянные клиентки. Девочки привыкли уже к этой серии и говорят, что им нравится. Сделано в России. Жаль, что не указывают, на какой фабрике это делают. Вот такое вот полотенчиком. Так, идемте искать офьерты. Сейчас, кстати, на хорошей такой скидкой 200 рублей большой размер стоит 100 на 150. Почему-то только два размера осталось. У консультантов уточнили заранее. В общем, выходят они из ассортимента, к сожалению. Ждут поступления, но пока не знают. Вот это плетение, квадратики. Полотенце, как я вам уже показала, рисунок только с одной стороны. С одной стороны клеточка, с другой гладкая. Пойдемте смотреть тогда дальше, что вообще есть с текстилем в этом оттенке. Блэдин. Оно разноцветное. Здесь есть светло-серый, темно-серый и немножечко бежево-коричневое. Двухстороннее полотенце. То есть рисунок полностью повторяет с одной и с другой стороны. Но, к сожалению, именно этот цвет тоже выходит из ассортимента. Вот 30 на 50 есть. 70 на 140 за 899 рублей. Это уже банное большое полотенце. И больше размеров нет. Пойдемте дальше искать, что еще у нас есть. Полотенец, увы, в таком цвете больше не осталось. Сейчас посмотрим коврики. Тогда и другой сопутствующий текстиль в этом цвете, чтобы можно было ванну именно определенной стилистики сделать. Значит, коврик ТОВБУ бежевый. Есть для туалета, есть для ванны коврик. Сейчас поподробнее посмотрим. Вот такие вот ворсинки длинные. Внутренняя сторона у него как бы чуть прорезинена. Такой эффект небольшой есть. Он не скользит. Кстати, коврик очень хорошо эксплуатируется. У меня такой серый. Ну, года три точно. Все хорошо, замечательно стирается. Даже пробовала, ради интереса, в машинке он 90 градусов стирать. Жив-здоров. Вот это туалетные коврики. Все то же самое, только вырез для унитаза. Так, вижу еще один коврик с элементами бежевого. Барвалом. 60 на 90. 999 рублей он стоит. Артикульный номер. Видите, верхняя часть такой вот классический бежевый. Длинный такой плотный ворс. Ну, не удлиненный, который загибается. Просто такой вот плотный, комфортный. Еще темно-серый и серый. Серая изнанка. Резиновая у него. Идем искать, что еще есть. Так, вот новинка. Грушин. Здесь уже более длинный ворс. В бежевом цвете. Такой, ну, он бежевый все-таки, желтинки. Особо-то у него нет. Артикульный номер. Это уже более длинный ворс. Видите, другая резиновая подкладка уже. Но тоже все прошито. Лезть он не будет. Единственное, что все равно со временем он приминается. Но у него-то он очень нравится. Он такой комфортный. У него так приятно ножками вставать. Но за ним ухаживать нужно определенным образом. Видите, какая длинная ворсинка. Поэтому, если будет много влаги, его нужно будет сушить. То есть, сам он так вот, как обычный коврик, быстро не просохнет. Бодорен. Бежевый круглый. Это единственный бежевый коврик в Икеа. Есть еще белые и розовые цвета. 399. Ну, такая же ворсинка, как у Топпо. Изнаночная часть точно такая же. То есть, фактически, ткань одна и та же. Только представлена в разных формах. Ну, и отсюда другое название. Так, здесь у нас другие цвета. Кстати, друзья мои, если вы хотите обзор по определенным товарам, либо по определенным цветам, Видите, сейчас я прохожу коврики других цветов. Возможно, они вам интересны. Но так как мы снимаем обзор именно по коричнево-бежевым тонам, мы смотрим только их. Поэтому пишите в комментариях, мы это все снимем. Значит, грошин есть еще и для ванны. 65 на 100. 999 рублей. Тоже новинка. Неудобный пределный ценник. Как его вам не показать? Обратную сторону. Ага, вот артикульный номер. Обратная сторона тоже резиновая. Он уже хорошо так окантован, как обычный ковер. Ну, не забываем, что специфичный уход. Но коврик на самом деле очень хороший. Значит, давайте смотреть, что у нас еще есть подходящего по цвету к такому стилю. Нашла корзины. Бранес из ротанга на 80 литров. 3,499. Плетеная корзина. Натуральный материал. Ну, такие вот нюансы обязательные у натурального материала. Будут это иметь в виду. Идеально, как из пластика их не сплести. Все равно считаю, что дороговато за корзину. Кто не согласен, обязательно пишите свое мнение. Ножки у них. Такие вот. Пока снимаю его, чтобы поставить. Ножка в металлическом кине. Пластиковая ножка, чтобы не промокло все это подкрепление. Крышка откидывается полностью, никак не фиксируется. То есть, просто как бы заваливается. Тканевый чехол. Он съемный. Вот он внутри. Такой вот шов у него. Такой по цвету ближе к льну, что ли. Хотя не заявлено. Ну, большой объем. 80 литров. Я думаю, на хорошую семью. Вот это в упаковке. Так, ставлю на место. Извиняюсь за виляние камеры. Одной рукой все делаю. Так, еще одна корзина. Ну, она, конечно, не совсем бежевая. Ну, натуральный цвет. Бланкес. 50 литров. Ребят, фанерка. Ну, не знаю. Я морально, например, не готова такие деньги отдавать за корзинку. Это периодически мы их привозим. Клиентам нравится. Сейчас я ее сниму. Вставлю. Кстати, вот так она выглядит в упаковке. Ее можно спокойно на любом транспорте забрать и увезти. Даже без машины. Крышка. Она никак не зафиксирована. Просто вы ее снимаете. Вот он. Ткань внутри. Чехольчик съемный. Он уже на 30 литров меньше. Этот объем. Хочу показать крепление. Вот такие металлические хвостики. То есть, корзинка собирается и разбирается. В принципе, тоже плюс у корзинки. Ну, такие деньги плюс. Все-таки должно быть побольше. Корзинка. Ставим на место крышку. И возвращаем ее обратно в экспозицию. И давайте посмотрим еще дополнительные такие аксессуары. Типа кармашков всевозможных для ванны. Чтобы до конца можно было обустроить ванну. Вот плетеные корзиночки. Очень всем известные. Фрюкин. Мы их почему-то постоянно привозим. Ну, почему-то. Они нравятся людям. Их девочки с удовольствием покупают. Для всевозможных безделушек. И знаю, что их берут и оформители. Кто занимается интерьерами. Туда, конечно, не все подряд складывают. Но определенные вещи для определенного стиля. Они подходят из натурального материала. Они довольно-таки аккуратно сделаны. Такая вот матрешка. Большая корзинка. Крышечки все отдельно. То есть они никак не привязаны. Сальнан 399. Две штучки. Выставочника, увы, нет. Поэтому смотрим так. Две корзинки одинакового размера. 26х16х16. Тоже они полностью плетеные. И элементы ткани. Нардрена. 399 сейчас по акции. Вязаные корзинки. Сейчас такой стиль популярен. Так, нет, это другая Нардрена. Вот они висят. Два таких кармашка с петелькой. К определенному стилю. Почему бы и нет. А знаешь, что такие сейчас девочки вяжут на заказ. Из определенного вида пряжи. Ну, за 399 рублей. Ну, более-менее. 500 рублей, конечно, в нее уже дороговато. Еще есть на Нардрена в бежевом цвете вот такие вот большие подвесные карманы. Но стоит это уже полторы тысячи. 1499 без рубля. Вот они. Подвесной модуль. И есть еще такие вот набор корзинок за 800 рублей. Кстати, периодически бывают по скидке в районе где-то 400-500 рублей. Здесь 4 корзинки. Вот такая вот квадратная, большая. Но, видите, да, как бы они бесформенные. Поэтому нужно что-то придумать, что ли, что в них складывать, чтобы они хорошо стояли. Опять же, попрошу, если вы уже пользуетесь таким товаром, расскажите нам, как, что, для чего применяете. Вот такой вот наборчик из 4 корзинок. Такое вот плетение. То есть, на плетении все серии одинаковые. Отличаются они все только формой. Ну что, ванну мы с вами посмотрели. Ждем ваши пожелания, что вы хотите увидеть, что мы вам должны еще показать, снять. До новых встреч. И большое спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok